Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал, посвященный косметике и красоте. Сегодня у нас снова в эфире рубрика «Купить или не купить». Немножко я на пару дней запоздала, но снова вернулась к вам со своими мыслями о новых косметических запусках и о том, что из них я хочу, а что не хочу. И начать это видео я хочу с небольшого дисклеймера, что я при всем желании не могу успеть за абсолютно всеми новинками. Я всегда стараюсь эти видео снимать максимально близко. «Сегодня снимаю, завтра оно выйдет». Но поскольку нет у меня команды, то не получается это делать в режиме, что «Сегодня сняла, и сегодня спустя несколько часов оно уже вышло». И, естественно, всегда бывают какие-то релизы, которые только я смонтировала это видео или только я сняла видео, и тут же появляется какая-то информация, что вышло еще что-то новенькое и интересненькое. И поэтому, если вы видите этот выпуск, и я о чем-то крупном каком-то запуске не поговорила, собственно говоря, но особо нет смысла спрашивать у меня в комментариях, почему я не поговорила об этом, потому что, скорее всего, просто я сняла это видео раньше, чем поступила эта информация. Потому что я, конечно же, подписана на все крупные новостные ретрансляторы новинок, на Trend Mood, на Beauty News, еще сейчас я подписалась на одну русскую девочку, которая таким же делом занимается полезным, что новости публикует относительно косметических запусков. Исключение составляют марки, про которые я просто не говорю практически никогда у себя на канале. Это Morphe, это Colourpop. Они выпускают очень много всего, и у Colourpop я попробовала какое-то количество, и пришла к выводу, что они меня не интересуют в смысле качества, и поэтому нет необходимости каждый раз перечислять их пять релизов и говорить, что меня это не интересует из-за качества, меня это не интересует из-за качества. Но как бы раз и навсегда обобщили, что Colourpop меня не интересует из-за своего качества, и если это поменяется, если будет коллекция, которая захватит мое воображение, то я, естественно, о ней поговорю. И то же самое, в принципе, с Morphe, который я не пробовала, но по обзорам я поняла, что ты, собственно говоря, получаешь то, за что платишь, и меня это не особо интересует. Тем более там большие палетки с огромным количеством цветов, то есть бренд, в принципе, как таковой мне не очень интересен, поэтому я обычно о нем не говорю, если только они не выпускают что-то, что лично меня заинтересовало. И вот, собственно, давайте с двух таких релизов начнем, которые после уже моего прошлого видео прогремели. Давайте я, как всегда, сдвинусь немножко. И номер один, это, конечно же, палетка Наташа Деноне Глэм. Да, Глэм. Я почему-то хотела ее Софт Глэм назвать, но Софт Глэм это Анастасия Беверхиллз. Наташа Денона Глэм. Это пополнение в ее серии палеток на 15 оттенков за 65 долларов. То есть не эти дорогие большие палетки, которые из по 129 долларов были, тоже на 15 оттенков, а поменьше вариант, где поменьше количество продукта. Мне такой вариант больше нравится, потому что за меньшие деньги, хотя получаешь меньшее количество продуктов, но меня не интересует как можно большее количество продуктов в палетке теней. И также оформление этих палеток мне нравится больше. Это пластиковая упаковка. И нет вот этой вот прозрачной, как я не знаю, вкладыша этого с названиями, которые меня в ее предыдущих вот этих вот более дорогих палетках страшно бесил. И это очень серьезная причина, почему я никогда так и не спустила курок и не купила ни одну из ее палеток. Ну, во-первых, вот упаковка мне не нравится. Во-вторых, ни одна палетка меня не цепляла, не была моей по цветовой схеме. С этой палеткой меня прям колбасит. Во-первых, с одной стороны, это холодная нейтральная палетка. Я это дело на самом деле люблю при всей моей любви к ярким макияжам, и к пастельным оттенкам, и к неоновым оттенкам. Блин, я опять в слове пастельный... пастельный, да, простите. Я из-за того, что на трех языках все время разговариваю, переключаюсь у меня с ударениями проблем, потому что в латышском языке совершенно другой принцип проставления ударений, чем в русском языке. При всей моей любви к ярким, неоновым и пастельным оттенкам, я очень сильно тяготею к холодным нейтральным. Когда появилась эта палетка, я сначала сказала, хочу. Потом я такая, ну нет, очень много в ней похожих оттенков, и вообще у меня практически все это в коллекции есть. Пошла, посвочила все свои нейтральные растушевочные... Нейтральные холодные, я имею в виду, такие вот тауповые оттенки. У меня их оказалось 16 штук в палетках и в однушках. Я убедила себя в том, что мне эта палетка не нужна. Потом я думаю, я все-таки хочу попробовать формулу Наташи Деноны. Девчонки вот многие ее хвалят, кому я доверяю. Там Маша Вебер, Таня, Sweet Hobby Makeup, они называют именно матовую формулу теней Наташи Деноны своей любимой. Я такая, да. Может быть взять мини-глэм? Она, конечно, теплая, но пускай у меня будет теплая палетка в этом самом... в моем арсенале. В принципе, я обратила внимание, что у меня крайне мало вообще теплых палеток, а в последнее время что-то мне захотелось с макияжей в нейтральной, но теплой гамме. В общем, потом я думаю, ну да, мини-глэм я куплю, тогда эту я уже точно не куплю, а может быть взять эту и какую-то другую мини-палетку, и тогда можно переставлять эти оттенки и комбинировать как хочешь. То есть в маленькую палетку ставить пять оттенков, которые тебя интересуют. В общем, меня колбасит. Если бы я не купила по скидке палетку Пэт Маград Бронс Седакшн, то, возможно, я бы все-таки спустила курок и взяла бы эту от Наташи Денона, но сейчас у меня какой-то случился заплыв в ширину, и кроме Пэт Маград я еще купила целую кучу уходовой косметики и превысила свой бюджет на косметику. Мне кажется, в два раза больше потратила денег уже, ну или в полтора точно. Поэтому, наверное, пока я все-таки тормозну, это постоянная коллекция, это не лимитка, никуда она не денется. Может быть, она появится в польской сифоре, может быть, мне удастся на Рождество поехать в Польшу, и может быть, она там будет, и может быть, тогда я ее посвочу, а может быть, я все-таки начну с какой-нибудь маленькой палетки. В общем, не знаю. По крайней мере, я не буду покупать ее прямо сейчас, но меня колбасит на ее счет, и может быть, в один прекрасный день я сломаюсь и все-таки ее куплю. А может быть, я просто накуплю целую кучу мини-палеток Наташи Денона. Тоже, тоже как бы вариант. Я уже там присмотрела у нее и мини-ньют такая тепленькая, и мини-глэм такая средняя, нейтрально теплая мне интересно, и ретро мне достаточно симпатично. И показалось, когда она вышла, потом я себя убедила, что это не мои оттенки. Ну, может быть, я зря это сделала. В общем, ладно. Резюмируя, Наташа Денона наконец-то выпустила палетку, насчет которой я призадумалась, и вполне возможно, однажды я ее куплю. Просто это будет не прямо сейчас, потому что пока я отойду от своего заплыва в ширину и превышения бюджета, наступит черная пятница. Сейчас вообще надо прижаться и немножко подкопить денежек на черную пятницу, потому что я все-таки хочу Нуфейс себе купить. В общем, пока нет, но это такое очень сильное может быть. Ну и следующий прогремевший запуск – это Rare Beauty бренд Селены Гомес. Они запустились сразу в Сифоре, я так понимаю, что Сифора является инвестором этого бренда, и мне очень понравилось. Я вообще не могу сказать, что я фанатка Селены Гомес, я вообще не могу сказать, что я фанатка какого бы то ни было из исполнителей. Я не готова никакой практический макияж покупать только из-за того, что его создал какой-то конкретный человек. Ближе всего подошла к этому Виктория Бэкхэм, потому что она одна из женщин, которыми я очень сильно восхищаюсь. Из пятерых Spice Girls она единственная смогла после распада группы построить действительно успешную карьеру. Пусть не в музыке, но эта карьера такая очень широко направленная. Она и светская львица, она и дизайнер одежды, она и свою линию макияжа запустила. В общем, респект у вас. И еще четверых детей настрогала с одним из самых сексуальных мужчин планеты, и до сих пор они не развелись. Так что респект и уважуха с моей стороны. И если бы была какая-то косметика, которую бы я купила только потому, что ее какой-то человек определенный создал, то Виктория Бэкхэм к этому ближе всего. Селена Гомес, конечно, нет. Но сам запуск мне очень понравился. Мне нравится этот дизайн упаковки. С одной стороны, такие мотивы, как у Fenty Beauty, и многие сравнивают упаковку этих двух брендов. Ну, я считаю, что это как бы не то чтобы это плюс, что они похожи на Fenty Beauty, но, скажем, дизайн продукции Fenty Beauty мне очень сильно нравится. Это абсолютно моя эстетика. В данном случае тоже это моя эстетика. И сами продукты не все, конечно же, но вот меня заинтересовали кремовые, жидкие, точнее, румяна. Меня заинтересовал жидкий хайлайтер. У меня сейчас вообще мания. Я страшно вообще трясет меня просто, как хочу скупить все жидкие кремовые хайлайтеры, до которых у меня дотянется рука, ну, которые хотя бы приблизительно могут быть похожи на то, что мне нравится. И, в частности, несколько блогеров уже сказали, что этот хайлайтер им напоминает, и даже в чем-то круче, чем Шарлот Тилбери, Hollywood Spotlight Wand. И я такая... Потому что Spotlight Wand это один из тех продуктов, которые я рассматриваю к покупке. И, собственно говоря, пока что меня останавливает только его отвратительная упаковка. Потому что у меня есть вот пробник, и он мне очень нравится на коже. И я еще, единственное, тестирую стойкость. Если стойкость будет окей, то я, возможно, закрою глаза на эту упаковку, потому что мне очень нравится эффект на коже. Ну, я не знаю, насколько на камере это заметно-незаметно. Но, в общем, мне очень нравится эффект на коже. И если будет хорошая стойкость, то я, возможно, переступлюсь через себя в смысле упаковки. Но у Rare Beauty мне и упаковка, и расфасовка у этого хайлайтера нравится больше. И, конечно же, еще меня заинтересовали бальзамные помады. Они заявлены как бальзамы, но, судя по обзорам, они достаточно сильно пигментированные и больше похожи на бальзамные помады. А это вообще моя самая любимая формула. Бальзамные помады я обожаю. Проблема, конечно, в том, что мне, скорее всего, будет очень сложно купить эту марку. Так же, как и Fenty Beauty. Поскольку соинвестором является Sephora, то эта марка вполне возможно появится в европейских Sephora, но, скорее всего, не появится на сайтах европейских ритейлеров типа Культ Бьюти. Также Бьюти Лиш, хоть и американский, но тоже, поскольку он конкурент Sephora, то, скорее всего, там эта марка не появится. И, в общем, ну, единственная моя надежда, что рано или поздно появится в российской или в польской Sephora. Это тысяча километров от меня, без доставки в Латвию. Все-таки, насколько я понимаю, если вы знаете точно, что польская Sephora доставляет в Латвию, если вы лично делали из Латвии заказ с польской Sephora и получили свою посылку, напишите, пожалуйста, в комментариях, давайте с вами пообщаемся. Но даже в польской Sephora эта марка еще не запущена, отсутствует, и единственный мой шанс купить Rare Beauty был бы через посредника. Пока что заказ на посредника я делать не планирую, потому что это, опять же, требует больших финансовых вложений, и пока что я пытаюсь притормозить. Но я заинтересована в этих трех продуктах. Бальзамная помада, жидкий румяна в самом светлом оттенке, который называется Bliss, и жидкий хайлайтер тоже в самом светлом оттенке, который называется Enlighten. Что касается бальзамной помады, не знаю, не думала еще, честно говоря, так внимательно над тем, какой оттенок я бы выбрала. Так что мне, в принципе, запуск понравился. Что касается обзоров, их огромное количество сейчас на американском YouTube, и даже Лена Ленский Бьюти уже сделала обзор. Обзоры разные, впечатления у людей разные. Не знаю, насколько блогеры пытаются подлизаться к селении за счет позитивных обзоров, или насколько тут влияют предпочтения того или иного блогера лично, потому что одна блогер, которая любит очень прозрачные тональные основы, сказала, что для нее это слишком фулл каверидж. Другая блогер, которая сказала, что она любит фулл каверидж, для нее это слишком прозрачно. Так что, ну, я в любом случае, ни в тональном, ни в консилере я не заинтересована. Я бы не стала покупать, во-первых, не имея возможности цвет подобрать, и, во-вторых, у меня есть уже идеальный тон и идеальный консилер, так что это я дело бы пропустила. Но вот румяна, хайлайтер и бальзамную помаду я бы с огромным удовольствием купила, если бы это было доступно, если бы у меня было чуть-чуть побольше денег. И, кстати, Rare Beauty случайно слили уже палетку теней, которую они собираются выпускать. Вот так вот она выглядит. Вот взяла как раз аккаунта Angel Naked, девочка русская, на которую я подписалась, чтобы тоже следить за новостями. Потому что я так понимаю, что на Trend Mood и там Beauty News американские бренды, у них такое как Embargo, они очень быстро обращают внимание, что что-то слито, и заставляют убрать эту информацию. А за русскими аккаунтами никто не следит. Вот палетка меня совершенно не интересует. Очень симпатично выглядит упаковка. Цвета совершенно... Как бы не сами цвета по одному, не общая цветовая история мне не кажутся интересными, но так визуально выглядит симпатично. То есть, Селена, молодец, продолжай в том же духе, но палетку я бы пропустила. И, кстати, обратите внимание, насколько сильно новогодняя палетка от Charlotte Tilbury похожа по цветам. Прям вообще, ну как бы, у Charlotte Tilbury побольше, и большее количество цветов, но настроение абсолютно, по-моему, такое же. Фиолетовые и розовые, персиковых у Charlotte нет, и вот этот вот у Селены более золотая бронза, а у Charlotte более теплая бронза, но в целом такое настроение, на мой взгляд, очень похоже. Большую палетку от Charlotte Tilbury я точно покупать не буду. Вообще у меня большие сомнения, что мне понравится ее формула теней, но если я когда-нибудь решусь, то это будет четверка. А в этой слишком много теплых оттенков, да. Ну и к бренду Charlotte Tilbury у меня как бы неприятие их дизайна упаковки. Для меня это слишком гламурно, я люблю более минималистичную упаковку. По той же причине пропущу и их новогодний хайлайтер. Кстати, вот в данном случае мне упаковка нравится больше, чем обычно, но все равно для меня она такая слишком старомодная. Ну и, как я сказала, я сейчас одержима кремовыми и жидкими хайлайтерами, пудровые пока что покупать не намерена, тем более, что, опять же, в пудровых хайлайтерах у меня уже есть найдена моя идеальная формула, которая мне подходит по всем параметрам. Это Ofra хайлайтеры. И у меня есть два компакта Ofra Cosmetics, один с четырьмя оттенками, один с одним, единственным оттенком, в общем, пять оттенков Ofra у меня есть, мне пока пудровых за глаза хватает. Но если бы я хотела пудровый хайлайтер, я бы, наверное, все-таки повторила один из Ofra или какой-то новый цвет из Ofra бы взяла, потому что еще Charlotte Tilbury, мне кажется, для меня может быть темновато. По крайней мере, вот на сводчина, самой светлой кожи, он выделяется и такой конкретно персиковый, то есть он не высветляет эту кожу, он ее затемняет скорее. Так что этот релиз я тоже пропущу. Huda Beauty выпустила еще три палетки в своей серии Obsessions. Это маленькие палетки, такие в ладошку помещаются. Да, что я, я вам покажу. Вот такого формата палетки на девять оттенков. У меня, как вы видите, Nude Light палетка. Я не в восхищении качеством этих теней, но они хорошие такие, на четверку с плюсом. И у меня, как ни странно, к этой палетке вполне постоянно тянется рука, по крайней мере, летом. Для меня это такая очень приятная весенне-летняя палетка. Что касается этих трех палеток, они объединены в одну коллекцию под названием Obsession Haze. Haze в переводе означает «ингла». И многие их обвиняют в том, что это компиляция из тех оттенков, которые у Huda уже были в этих маленьких палетках Obsessions, потому что их вышло уже какое-то огромное количество. Она сначала, по-моему, штук шесть запустила в картонной упаковке, потом выходили монохромные палетки, там фиолетовая, зеленая, синяя, еще какая-то красная, тоже в картонной упаковке, потом были вот эти Nude Light, Nude Medium и Nude Deep, уже в пластиковой упаковке, и потом было еще две неоновых палетки, уже тоже в пластиковой, потом три пастельных палетки. В общем, огромное количество она уже настрогала, и довольно, мне кажется, странным человека с таким ассортиментом обвинять в том, что он компилирует существующие цвета. Ну, оттенков не такое невероятно гигантское количество, многие из них будут похожи на то, что уже было. Так что мне кажется, что все она делает правильно, она по-разному их компонует, тот, кому не понравилась компоновка в одной палетке, совершенно будет в восторге от компоновки оттенков в другой палетке. Поэтому, если вас они интересуют, если вас по цветовой истории что-то зацепило, вот здесь по всплывающей подсказке будет мой обзор на вот эту палетку Nude Light. Я там рассказывала про формулу, думаю, что формула, скорее всего, не изменилась у этих теней. У них не бомбическая пигментация, скорее средняя, но зато они хорошо растушевываются. В общем, посмотрите этот обзор, может быть, что-то полезное для себя почерпнете, в смысле формулы, и, ну, как бы, имейте в виду, что с тех пор прошло время, и я с огромным удовольствием этой палеткой пользуюсь, и она у меня, вот, по крайней мере, весенне-летний сезон, постоянно на косметическом столике. Вот буквально сегодня я ее хотела убрать, меня тут отвлекли, я забыла, что я говорила по поводу палеток Худы. В общем, если вкратце, то формула на 4 с минусом, я бы сказала, но если вас какая-то цветовая история интересует, то я могу, в принципе, их рекомендовать, если только вы не ждете суперпигментации. Суперпигментации в этих палетках, на мой взгляд, нет. Хотя тут, опять же, кто к чему привык, я видела в Инстаграме у девочек отзывы, что суперпигментация, в том числе на вот эту Nude Light, которая у меня есть, такая, да? Ну, ладно, кто к чему привык. Lime Crime выпустили новую палетку, которая называется Greatest Hits Classic, и она ужасно мне напоминает эпоху сразу после выхода Modern Renaissance, когда все офигели от вот этих вот красновинных, очень, конечно, осенняя по оттенкам палетка, но, на мой взгляд, в ней слишком много похожих цветов, вот даже на свотчах три цвета рядом, очень похожи, как они называются, сейчас я вам скажу, In Blossom, Ethereal и Fresco, очень похожи, и еще и Divine на них очень похож, четыре оттенка, но, скорее всего, парочка из них это сатины, потому что на шиммеры они не похожи, а парочка матовые, но все равно, ну, многовато похожих оттенков, и вообще, общая цветовая гамма палетки меня совершенно не интересует. Что касается качества теней Lime Crime, у меня была всего одна маленькая четверка, лимитка новогодняя, XS Silver, и матовые мне очень понравились, а шиммеры меня очень разочаровали, поэтому я ее расковыряла, матовые сложила себе в магнитную палетку, а от шиммеров благополучно избавилась, так что пока что я не готова покупать палетки от Lime Crime, тем более они еще такие толстые, блин, нет. Хотя здесь вот очень красивый такой, типа, баклажановый оттенок, может быть, вы знаете, что я страдаю по баклажановым оттенкам, но ко мне уже едет Пэт Маград, там будет баклажановый, и этот слишком красный, так что, нет, этот я релиз определенно пропускаю, и вообще, ну, мне кажется, что устарела такая цветовая гамма, уже очень много всего в такой гамме было выпущено. Makeup Revolution сколлаборировались с сериалом «Друзья», ну, то есть, в смысле, они купили право на использование названия и логотипа. И я так думаю, что этот запуск стал очередной жертвой пандемии, потому что должен был выйти на HBO Max, мне кажется, сервисе стриминговом, должен был выйти дополнительный новый эпизод с «Друзей», я не уверена, было бы это как продолжение, как какой-то фильм небольшой, который рассказывает, или серия, которая рассказывает о том, как, мол, сложилась жизнь героев сериала «Друзья» спустя там 20 лет, по-моему, 20 лет или 25 лет с момента выхода прошло, или это должна была быть просто такая, как а-ля конференция, когда все они сидят и обсуждают. В общем, из-за пандемии они не смогли собраться, но я думаю, что если бы это было, должна была бы быть типа как конференция, они могли бы это сделать в виде онлайн-чата. Ну, в общем, короче, этого не произошло, таким образом, не была знаменательная дата, простите, что не помню, 20 или 25 лет, не была отпразднована эта дата, и, очевидно, к этому выпуску был приурочен запуск «Мейкап Революшн». Но, поскольку все пошло не по плану, то, соответственно, они выпустили косметику просто так. «Мейкап Революшн» меня не интересует с точки зрения качества, хотя сериал «Друзья» я люблю, но я бы никогда не стала, опять же, покупать косметику, только из-за того, что она кем-то выпущена, или в коллаборации с каким-то там сериалом, или чем-то таким выпущена. Это не то, что меня побуждает купить тот или иной запуск. И, насколько я понимаю, в коллекцию входит одна большая палетка, которую я бы вообще ни в коем случае не стала покупать, потому что не люблю такие здоровые. Три девятки теней, которые называются, соответственно, «Моника», «Фиби» и «Рэйчел», и три помады, которые называются «Моника», «Фиби» и «Рэйчел». И я уже читала, слышала критику по поводу того, что эти палетки не отражают личный стиль героини, хотя вообще сложно говорить о личном стиле героинь в макияже, потому что макияжи на протяжении всего сериала были довольно-таки сдержаны. Но вот что касается помад, если «Трендмуд» здесь не перепутала и показала действительно так, как они соответствуют, то это немножко странно. Оттенок «Моника» такой персиковый, оттенок «Рэйчел» холодный нюд, и оттенок «Фиби» такой ягодно-красный. «Фиби» вообще никогда не носила никаких ярких помад. Может быть, перепутали, может быть, красная – это «Моника», а персиковая – это «Фиби», тогда была бы какая-то логика в этом. Ну, потому что «Моника» как брюнетка, иногда у нее были яркие губы в некоторых сценах, в некоторых ситуациях. В общем, немножко мне это странно. В любом случае, покупать я это не собираюсь. И вот, кстати, к вопросу о косметике, которую выпускает какая-то известная персона, Виктория Бекхамс запускает свою линейку нюдовых помад, по крайней мере, пока нюдовых, то есть это новые ее помады. Очень они мне нравятся визуально. Похоже это по внешнему виду на мои любимые помады от Hourglass Cosmetics. Мне очень нравится дизайн. В принципе, здесь есть парочка оттенков, которые меня интересуют. Вот этот холодно-розовый – это то, что я искала в Hourglass и не нашла, к сожалению, такого оттенка у них в ассортименте. У Hourglass огромное количество цветов, но при этом холодного нюда у них нет. Ну, на меня, по крайней мере, холодного. И то, что у них на сайте называлось Lilac Pink, на поверку оказалось теплым розовым, в лучшем случае, если не персиковым. Я заинтересована в этом запуске, но я буду ждать отзывов. Ну, естественно, буду ждать, пока это появится на Культ Бьюти, потому что из Штатов заказывать это не вариант. Но, слава богу, этот бренд сейчас есть на Культ Бьюти. Так что, да, я заинтересована. Либо холодный бежевый, либо, что наиболее вероятный вариант, это вот этот вот холодный пыльно-розовый. Это, скорее всего, станет моим. Давно хотела что-то из Victoria Beckham себе прикупить, потому что, как я сказала, я этой женщиной, в принципе, восхищаюсь. Я ее очень уважаю. Ее карьерный путь. И я считаю, что она из своего положения, в котором она оказалась после распала суперпопулярной группы, она выжила все. У нее хватка, бизнес-хватка просто супер. Особенно, если сравнивать с ее коллегами по Spice Girls, которые так и не смогли стать кем-то больше, чем бывшими участницами Spice Girls. Так что, да, этот запуск меня прям очень сильно интересует. Конечно же, хотелось бы каких-то отзывов сначала и с вочей живых, потому что очень стремно помады покупать, но в данном случае я, скорее всего, рискну. Кстати, Hourglass, чуть раньше помянутый, показал свой новогодний запуск. Как всегда, они выпускают две лимитированные палетки, четверку и шестерку с своими пудровыми продуктами, знаменитыми хайлайтерами, румяными и бронзерами. Ничего из этого я покупать не буду. Я от пудровых продуктов вообще все больше и больше отказываюсь. Пока что думаю, в ближайшее время вообще мораторий наложить. Ну, на румяна пудровые я уже наложила мораторий. И также два оттенка их Confession Lipsticks, моих любимых, в принципе, кремовых помад. Но мне не нравится дизайн упаковки. То есть, я считаю, что дизайн упаковки оригинальных Confession Lipsticks идеален, прекрасен, минималистичен, роскошный. И не нужно было вот это вот наворачивать, то, что они навернули. Они его зачем-то типа апгрейд ему сделали. И дополнительно, я не видела еще свотчи обеих помад, но одна из них холодно-красного цвета, а у меня уже есть Hourglass в холодно-красном цвете. Так что этот набор для меня не имеет никакого смысла, потому что один из оттенков будет прямым дублем того, что у меня уже есть. Может быть, чуть-чуть будет отличаться, но я не покупаю полутона оттенков. Если я хочу красную помаду, у меня уже есть идеальная красная помада от этого же бренда в этой же формуле. Так что пропускаю. И мне не нравится это направление в смысле упаковки этих помад. Не надо пытаться исправить то, что и так прекрасно. Не надо чинить то, что не сломано. Следующий релиз от Glam Light это американский инди-бренд, производящий тени. И я когда узнала, когда они анонсировали, что у них будет палетка в пастельных оттенках, мне нужно усилие предлагать, чтобы сказать пастельные, а не пастельные, я прям загорелась, потому что очень много позитивных отзывов. Это марка, которая делает тут эти палетка пицца, палетка тако, еда. И очень много позитивных отзывов на их формулу теней. Многие блогеры, кому я доверяю, очень позитивно отзываются. И я, честно говоря, загорелась. Я давно хочу что-нибудь от них попробовать. И мне даже понравилась палетка Пончик у них. Доставки в Латвию у них нет, поэтому опять же я жду того момента, когда я соберусь делать какой-то большой заказ на посредника. Но когда я увидела реально эту палетку, ну, конечно, в ней есть пастельные оттенки, но она скорее яркая вообще, чем пастельная, я бы сказала. И она слишком большая для меня, совершенно очевидно. Я не буду ее покупать. Хоть золотые там тени, в смысле по качеству, это слишком много для меня. Практически все дублируется, то, что у меня уже есть. В общем, если я решу что-то из Glam Light заказывать, это будет Пончик, да. Потому что хоть там и тени, которые вроде бы тоже есть у меня в коллекции, но мне, во-первых, хочется попробовать формулу, во-вторых, их там не слишком много, и в-третьих, вот меня как-то цветовая гамма прям цепляет. Вот прям цепляет и хочется ее, а это не цепляет. Но это, скорее всего, кстати, еще одна жертва пандемии, потому что выпускать в середине сентября палетку в оттенках мороженого и оформленную в виде фургончика с мороженым, это немножечко неактуально. Скорее всего, она должна была выйти где-то летом, но в такие времена живем. Еще один, судя по всему, летний запуск, который перетек плавно в осень, это коллекция от Marc Jacobs с вишенками или с черешенками, в которую входят тут и хайлайтер, и палетка теней, и тушь, и помада, и все такое в мятной упаковке с вишенками. Немножко, во-первых, напоминает палетку от Narvine, мини-палетку на 9 оттенков, по мотиву оформления, но, во-вторых, если честно, мне кажется, выглядит дешево. Мне очень нравится обычно дизайн упаковки Марка Jacobs, что черные палетки, что белые палетки. Вот это, на мой взгляд, хороший минималистичный, но при этом люксовый дизайн, но в таком вот этом вот мятном оттенке мне вообще это не нравится. Ну и палетка совершенно, на мой взгляд, опять же, вторичная по сочетанию оттенков. Это такая мини-модерн-ренессанс, если вот у вас модерн-ренессанс, говорят, портится, через некоторое время тени перестают хорошо работать, и если вот она испортилась, и хочется что-то такое же по цветовому решению, но другое, а не модерн-ренессанс, а может быть поменьше, то вот это, мне кажется, отличный вариант. Тут такие винные, коричневые, персика, в общем, что-то, что мы уже сто раз видели. При всем моем уважении к бренду Марк Джейкобс, у меня, кстати, не сложилось вообще ни с какой их косметикой, и все, что я пробовала, я все раздала, но я очень люблю их сумки, у меня целых две, вообще-то было три, но одну я маме отдала, но как бы, да, сумки Марк Джейкобс я прям обожаю, и туфли у меня их есть, так что с именно вот этой частью бренда у меня хорошие отношения, а вот с макияжем как-то пока не сложились, но у меня не было ни одной их палетки, я бы хотела когда-нибудь попробовать, но пока не нашла, что бы мне понравилось. А вот это уже новогодний релиз, марка KVD Beauty выпускает новую палетку, это, я так понимаю, Holiday Collection, и палетка выглядит красивой, это замес на палетку, которая стендалон, так называемая, то есть палетка, в которой есть якобы все, что вам нужно, то есть здесь есть растушевочный, здесь есть вскладку, здесь есть затемняющий, который на мой вкус недостаточно темный все-таки, здесь есть теплый растушевочный всклад, то есть можно построить форму холодными оттенками, можно построить форму теплыми оттенками и целая куча украшалочек, 8 украшалочек, ой нет, подождите, 9 украшалочек и 5, значит, оттенков, в принципе, конструкция палетки мне кажется логичной, холодные для построения формы, теплые для построения формы, один для затемнения наружного уголка, вот на мой взгляд, он не, ну судя по крайней мере по промо-фото, он недостаточно темный и недостаточно нейтральный, он все-таки в теплый уходит, Но, может быть, живьем это не так. Я считаю, что затемнять наружный уголок не нужно ни теплым, ни холодным, достаточно одного нейтрального оттенка коричневого, который справится абсолютно со всеми задачами. Так что в этом смысле мне нравится, можно сделать теплую основу, холодную основу и целая куча красивых украшалочек. Насколько они будут реально красивыми, это большой вопрос. Для этого нужны, естественно, живые свотчи, а не промо-фото от бренда. Я пока их не видела, но я, честно говоря, не интересовалась, потому что вот такие стендалон палетки это не моя все-таки тема. У меня такое количество красивых украшалочек в однушках, да и, в общем-то, такое количество базовых оттенков для построения формы в однушках, но вот теплых для построения формы у меня нет, это у меня пробел такой, но да, такая палетка меня, в принципе, не особо интересует. Но выглядит очень даже симпатично. Я так понимаю, что после ухода Кад Ван Ди, Кей Ви Ди и Бьюти пытаются снова взобраться, если не взобраться на косметический олимп, то занять свое место под солнцем, пытаются выйти на какой-то новый путь. И вот эта палетка, кстати, очень сильно отличается по эстетике от того, чем марка славилась, то есть всегда Кей Ви Ди Бьюти это такая готичная, гантичный гламур, то есть это с одной стороны что-то такое вампирское и мрачное, но с другой стороны такое очень романтичное с цветочками и что-то такое. В данном случае золото и белое тиснение, это что-то новенькое. Не знаю, посмотрим, как это людям зайдет, не мой вариант совершенно однозначно, но отдаю должное, что палетка симпатичная. Ну и в завершении три релиза уходовой косметики, которые меня заинтересовали. Номер один это Милк паразитирует на своем дико успешном праймере, который Hydra Grip, и решили выпустить с таким же названием спрей-фиксирующий макияж. Я не смотрела полный состав этого спрея, но даже чисто по картинке промо видно, что он двухфазный и в нем масло, и в описании тоже указано, что вот эта фаза, которая сверху зелененькая, содержит масла. Слушайте, спрей с маслом в составе не может фиксировать макияж. Масло разрушает макияж. Это может быть уходовый продукт, который увлажняет кожу, который придает сияние, который, я не знаю, освежает кожу, что он там еще делает. Но фиксировать макияж ему не подвластно это. Это просто противоречит законам физики или законам химии, скорее, в данном случае. Я считаю, что это вообще неправильно маркировать как спрей-фиксирующий макияж. Это уходовый спрей, и если в зависимости от того, что у него в составе, он может быть хороший или он может быть не очень хороший. Но ждать от него, что он... В общем, ладно, я уже начинаю повторяться. Как вы поняли, меня абсолютно не интересует этот запуск, и меня просто бесят вот такие вот вещи, когда вот они назвали это тоже хайдрогрип. И при том, что в праймере не было масел, а в спреи масло, но почему-то они объединяют это в одну линейку, и люди... Подразумевается, что люди будут воспринимать, что раз тот праймер хорошо держит макияж, чего я не знаю, держит он или не держит, потому что я его не пробовала, Но то и, значит, спрей будет хорошо держать макияж, хотя спрей на это в принципе не способен. В общем, бесят меня такие вещи, прям-прям бесят. Следующий пункт – это гиалуроновая сыворотка Plump Plump от Glow Recipe. Glow Recipe – это такой интересный бренд, все их продукты произведены в Корее, и вся вот эта эстетика, что там упаковка в виде фруктов и такие ароматизаторы, все это такое подразумевает некую такую тему азиатскую, азиаты очень любят такое. При этом бренд не продается в Корее. В Корее, как мне говорили девочки, его купить нельзя. И, конечно, по-моему, 45 или 42 евро стоит эта сыворотка, слушайте, ну, за гиалуроновую сыворотку, еще и с ароматизатором, который, ну, довольно-таки лишний, я бы сказала, в уходовой косметике. Ну, ладно, мне самой иногда нравится, чтобы косметика пахла... То есть косметика должна пахнуть ничем в идеале или хорошо, мне не нравятся средства, которые пахнут плохо, то есть чисто технически, но... То есть чисто технический запах, ничем не замаскированный, но я готова иногда это простить, если есть хороший эффект. Но, блин, в гиалуроновой сыворотке такое количество хороших гиалуроновых сывороток на рынке. Я не знаю, зачем нужно покупать за 42 доллара в такой мимимишной упаковке с запахом сливы. Не знаю, мне это кажется странным, это 100% мимо меня. И последний запуск, который, возможно, возможно еще всего лишь не мимо меня, это у Farmacy выходит ультра-увлажняющий крем с керамидами в их серии Honey, медовый. Называется Honey Halo. Керамида меня очень интересует. Ультра-увлажняющий крем меня тоже очень интересует. Марку Farmacy я очень люблю, и поэтому мне интересно, что это будет такое. Farmacy это тоже, кстати, американская марка, которая производится в Корее. Но в отличие от Glow Recipe, она в Корее продается также. И она вообще на большом количестве сайтов продается. Но для меня самые выгодные цены обычно на Look Fantastic и самые выгодные условия доставки. Там этот крем пока что не появился. И я не думаю, что появится быстро, потому что почему-то на Look Fantastic все медленнее приходят, все новые релизы. Но когда он там появится, если он там появится, я, возможно, его бы и взяла. По крайней мере, я заинтересована. Но, опять же, надо посмотреть, может быть, будут какие-то обзоры. И, может быть, скажут, что он там слишком много в нем запаха. Потому что, например, в этой серии Honey у них была... В смысле, почему была? Есть до сих пор маска Honey Potion. Я ее покупала дважды. Сначала миниатюрку, потом полноразмеры. Она мне очень нравилась. Но, к сожалению, все-таки она из-за ароматизаторов или из-за каких-то других компонентов. Она такая согревающая и питательная была. И вот она зимой стала раздражать меня в последнюю зиму. Стала раздражать мне кожу. И я не смогла в итоге ей пользоваться. А летом просто к согревающей маске не тянется рука. Поэтому надо, конечно, послушать, что скажут по поводу этого крема. Если у него нет там какого-то невероятно большого количества ароматизаторов в составе, которые могут раздражать кожу, то я бы его попробовала. У меня большой вотум доверия к этой марке, потому что их очищающий бальзам – это мой самый-самый любимый бальзам всех времен и народов. Green Clean называется. Я его сейчас как раз себе купила. Я приняла решение, что я буду ротировать покупать один бальзам какой-то на пробу и один бальзам, который проверенный фаворит. Потом снова один бальзам какой-то на пробу, потом снова проверенный какой-то фаворит. В общем, как у блогера у меня есть такая проблема – покупать что-то новое или покупать то, что я знаю хорошо на мне работает. Я решила вот так вот чередовать. Если вам было интересно, что у меня на губах, это вот такая вот помада жидкая матовая от Ofra в оттенке Ruby. И вы могли видеть ее в видео с первыми впечатлениями. Вот здесь оставлю всплывающую подсказку. И, наверное, когда вы смотрите это видео, уже вышел мой обзор в Инстаграме на эту помаду, поэтому я не буду сейчас рассказывать свое впечатление от нее, а просто оставлю ссылку внизу на пост в Инстаграме, можете там почитать, я там во всех подробностях распишу, что я про нее думаю. Большое спасибо вам за просмотр, если это видео вам понравилось, не забудьте поставить ему лайк, подписывайтесь на канал, ну и если сейчас еще что-нибудь хотите интересненькое посмотреть, то YouTube вам предложит на выбор два других моих видео, а мы с вами прощаемся, до скорых встреч!